Нюансы расписания движения и улучшения условий труда персонала обсуждали на последнем заседании транспортной комиссии. Для каждого жителя города очень важна тема общественного транспорта, ведь им пользуются каждый день. Перевозка пассажиров, повышение стоимости проезда, а также регулирование городских маршрутов и повышение заработной платы работникам транспортной сферы – главные вопросы, которые обсудила транспортная комиссия на очередном заседании. С 1 января этого года заработные платы водителей проиндексировали на 15%, кондукторам – на 20%. Тем не менее, на предприятиях не хватает 8 человек. За счет увеличения платы за проезд, в том числе, увеличена и заработная плата водителей. Будем надеяться, что отток водителей уменьшится, по крайней мере, тех, кто есть. И надо привлекать новых водителей, безусловно. От жителей Новоурайска неоднократно поступали жалобы о перебоях в движении автобусов. Самым проблемным в этом плане маршрутом в городе остается 76-й. Занимаясь этим вопросом, управление городского хозяйства совместно с перевозчиком, которым выступает простое товарищество «Авангард», приняли решение о совершенствовании рейсов. Таким образом, не пользующиеся популярностью и дублирующие другие автобусные маршруты рейсы отменили. С 1 февраля городской транспорт организован по новому расписанию. Изменение этого расписания позволило убрать те рейсы, которые либо не выполнялись, либо которые дублировались другими автобусами. То есть, в частности, дублируем маршруты, когда едут два автобуса, чтобы не было вот этого паровозика езды. То есть, мы убрали вот эти рейсы. У «Авангарда» есть и планы по обновлению подвижного состава. В октябре предприятиям была подана заявка на участие в программе по замене автобусов. Тогда в условиях был вариант софинансирования 40 на 60. В настоящее время «Авангарду» предлагают только лизинг до 7 лет. Предприятие считает такие условия невыгодными. Сейчас вот я узнавал самый дешевый автобус. Это «Пазик-4234» стоит 4 миллиона 600 тысяч. И этот автобус, он настолько устарел уже, что сейчас нам предлагают автобус с двигателем ММЗД-245. Это минский мотор, экологический класс Евро-2. Мы такие автобусы покупали в 5-6 год. Начиная с 2016 года, вот даже когда субсидия города помогала, мы покупали автобусы Евро-5 класса с импортной топливной системой. Сейчас таких автобусов на рынке нет. И понятно, что вернуться с новыми автобусами в 2005-2006 год никто сейчас не хочет. То есть сейчас вопрос стоит, либо все-таки дожидаться пуска нашей новой газовой заправки, потому что как бы уже очертание ее есть, и все-таки вкладываться в эти газовые автобусы. То есть они дороже, но они экономически эффективны. И они уже как бы экологичные эти автобусы. Потому что там газ, там не дизельный, там уже не Евро-2, там Евро-5 класс. В итоге автобусы в перспективе предприятие будет приобретать самостоятельно. Путем проб и ошибок транспортная ситуация в Новоуральске постепенно будет меняться в лучшую сторону. Главное, что все эти изменения направлены на комфорт горожан. Виктор Малышев, Елена Мельникова, Павел Сизов. Новоуральская вещательная компания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова